Одна из обсуждаемых основных тем противодействия коррупции, а если точнее, внесение дополнений в закон республики о нормативно-правовых актах статьей 23.1, которая предусматривает проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов в республике. Но и это не всё. В соответствии с подпунктом Ж. 9 национального плана дополнительные гарантии обеспечения независимой антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов, проектов нормативно-правовых актов органами государственной власти республики Ингушетия путём определения главой республики единого регионального интернет-портала для размещения проектов нормативно-правовых актов республики Ингушетия в целях их общественного обсуждения и проведения антикоррупционной экспертизы. Затрагивают народные избранники и вопрос о запрете розничной продажи алкоголя на период священного месяца Рамадан. Если ранее запрет главы региона носил рекомендательный характер, то теперь этот вопрос поднят на законодательном уровне. Штраф за нарушение закона будет варьироваться от 4 до 50 тысяч рублей в зависимости от тяжести нарушения. Данным же законопроектом предусматривается на законодательном уровне установление полного запрета розничной продажи алкогольной продукции на период религиозного поста священный месяц Рамадан, в дни праздника разговения Мархаш, а также в Международный день защиты детей, День знаний и Дни проведения в общеобразовательных организациях мероприятий, приуроченных к завершению учебного года, так называемый последний звонок. Закон принят единогласно и сразу в трех чтениях, что в парламентской практике наблюдается крайне редко. Спикер регионального парламента Зелимхан Явлоев подчеркнул, что во время священного поста такой сухой закон несет позитивный смысл и осуществляется в целях защиты нравственности и здоровья жителей. Принимает участие в сегодняшнем заседании руководитель управления налоговой службы по республике. Тамерлан Вашигуров подвел итоги деятельности налоговых органов за 2016 год и рассказал парламентариям о планах на 2017. В целом, в 2016 году налоговым органам большое внимание уделялось проблемным вопросам налогового администрирования. В частности, всесторонне рассмотрены вопросы организации работы в отношении налогоплательщиков, уплачивающих налог на прибыль организации, в том числе убыточных организаций. Так, в рамках работы Комиссии по легализации налоговой базы проведено 138 заседаний и рассмотрена деятельность 187 налогоплательщиков, заявивших убытки и показавших низкую налоговую нагрузку. Результатом проведенной работы стал рост поступления налога на прибыль в сравнении с 2015 годом практически в два раза, или 377,3 миллиона рублей. Помимо прочего, там же на заседании затронули и вопросы пожарной безопасности, поправки в республиканский бюджет на 2017 год и исполнение бюджета на 2016. Мария Местоева, Рахман Суров, Новости 24. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова